Чем больше звезда, тем легче с ними работать, чем больше звезда, тем меньше пафос Классика, да, это Гений, гений, вот с талантом и с шикарной внешностью заработать большое бабло и стать популярным легко, а попробуй без этого Вот тут Оля Бузова выступает Не обошлась без Бузовой все-таки Кейт Уинслит, Харрисон Форд, Хью Джекман, Джек Джилленхол, Морган Фриман Это такие звезды, и это все люди, с которыми тебе доводилось общаться лично Повезло, да, с ними, с Кэмерон Диа, с Анджелиной Джоли, Крисом Хемсвиттом И замечательные совершенно люди, с ними очень приятно работается Какие они, ну, это же все-таки берется как реальная жизнь, за кадром, да, не на съемочной площадке, а в таком живом, обычном общении Как они себя раскрывают, как они себя ведут Чем больше звезда, тем меньше пафоса, тем легче с ней работать Мое первое интервью был Джастин Тимберлейк И я совершенно случайно попал на это интервью У меня был друг, который работал на телевидении, на России 24, и он просто не мог Он заболел в тот день, он попросил меня, хочешь прийти и сделать интервью с Джастином Тимберлейками Конечно, хочу Но когда я приехал туда, я понял, что я волнуюсь, я не могу пойти в кадр И я сел туда совершенно окаменел, как мумия египетская И не мог выдавить из себя ни слова, но три слова я выдавил И слава богу, Джастин, очень говорливый парень, он за меня практически все это интервью сделал Следующим был Мартин Скорсезе, который сказал О, это та самая страна, где изобрели 3D Это та страна, которая изобрела Тарковского Ну там, Достоевского, Чехова, все понятно Он очень любит русское кино, и у нас с этого начался разговор И мне тоже очень сильно помог И так и засосало меня опасные трясины Есть такое понятие, да, как амплуа актера То есть, ну, бывает, что он актер одной роли, но бывает и другая ситуация Когда, допустим, я не знаю, если мы берем Харрисона Форда То это, естественно же, знаменитый Индиана Джонс, Хан Соло из «Звездных войн» В принципе, ну, мне кажется, зритель воспринимает, как типаж такого героя, да Уверенного в себе, который спасет всех и вся А как ты считаешь, вот ты с ним общался лично Накладывает ли отпечаток вот это амплуа, которое он исполняет На то, как он ведет себя в реальной жизни То есть, он приходит тоже и отыгрывает такого же героя Или он все-таки по-другому как-то представляется вот в таком диалоге Ты знаешь, что он случайно попал в кино? Он был плотником Да, я слышал И он рубил какие-то доски на киностудии И его сказали, парень, иди в кадр И он просто по типажу подошел Та же история у Брэда Питта Но если брать Харрисона Форда, мне посчастливилось четыре раза с ним делать интервью И у него была репутация раньше такого очень сложного чувака Он мог нагрубить, уйти из кадра, но оказалось, что у него очень интересное чувство юмора Как называется, dry sense of humor Он такой вот очень саркастичный мужчина Но очень живой Вот ему за 70 лет И он до сих пор очень хорошо и тонко шутит Я когда встретил, я спросил его Потому что у меня одно из воспоминаний из детства Это Диана Джонс, где их приглашают на ужин к Махараджи И они едят вот эти вот Открывают перед ними голову обезьян Предлагают замороженные мозги И там есть змея, которую зарезают Там маленькие змеенки, и их глотают, эти змееныши Я говорю Мистер Форд, расскажите мне Обезьяни и мозги были настоящими? Он говорит, нет, это бутафори Я говорю, а змейки? Он говорит, настоящие Этот чувак индус, дубль за дублем Этих змей глотал, потом выплевывал Слушай, это Все было на самом деле Но с ним очень легко общаться Вот он работал вместе с Райаном Гослингом На «Бегущем по лезвию» 2049 В прокате был Да Он спас свое интервью С ним было гораздо легче, чем с Райаном Райан был немного в образе Райан все время приходил в верхней одежде В куртке у него выстроен стиль, образ Он такой, он очень клевый, он очень красиво хмурится в кадре Но вот шутить на камеру, вот труду дубль за дубль он не может Это делает Харрисон Форд в 73 года Да, да, да И он еще, кстати, сниматься собирается в продолжении «Диана Джонси» Насколько я слышал Планируется же еще Я надеюсь, что мне еще повезет с ним встретиться К сожалению В «Звездных войнах», наверное, сниматься больше не будет Но Повезло, повезло мне с ним встретиться Может быть, есть какая-то самая яркая Самая, может быть, забавная, интересная Какая-то история Связанная с какой-то звездой В рамках твоей работы, общения с ними Вот я помню, как я позорился С Анджелиной Джоли Которой я пришел на интервью У нас было один на один интервью Так Причем она Она не пафосная Она встречает тебя «Call me Angie» «Зови меня Angie», «Привет», «Как дела?» И я решил ей показать клип «А ты не видишь, что ли, что я Анджелина Джоли» Она отсмотрела это с каменным лицом Я говорю «Вы не можете это как-то откомментировать?» Она говорит «Что это комментирует?» «Что это такое?» Я говорю «Понял, хорошо, понял» И дальше я стал расспрашивать о фильме «Малефисента», В котором она играла И я очень долго, медленно подбирался к вопросам о семье, о детях Потому что в Малефисенте принцессу юную сыграла ее собственная дочь И как только я начал говорить Она «Ой, да!» Она очень меня боялась в образе Малефисента с рогами Но она приезжала Приезжала вся семья на площадку Приезжал Брэд И оказывается, что она о семье готова говорить просто бесконечно И я теперь это буду знать И я просто буду нырять в эту тему Она вот такой вот семейный человек Для нее это семья на первом месте А вот кино для нее как бы уже вторичное Знаешь, кто на самом деле вот такой же, как в реальной жизни? И на камере Это Кэмерон Диас Я как человек, выросший на «Ангелах Чарли» Там Что «What about Mary» Вот это вот, все эти комедии Смешливая, простая девушка Мы с ней первый раз встретились Проговорили в лондонском отеле Я пришел, когда На мне был одет пиджак, галстук Потому что чем больше я волнуюсь Тем больше на мне надеты формальные одежды Потому что это как Защита такая, броня Мы с ней поговорили Я спросил все вопросы Она мне рассказала Про ботокс, про пластику носа Которую она делала дважды Про все подряд И потом мы встретились в Барселоне Где был фильм «Секс Тейп» Типа видео для взрослых И там сделали площадку таким образом Что ты как будто садишься в кровать Мы с ней сели в кровать И в кровати с Кэмерон Диас Мы записали интервью с ней С Джейсоном Сигалом К сожалению, не только с ней И я, поскольку это была Барселона Мне дали майку из 22 Jump Street Вот с Ченнингом Татумом И я надел эту майку безрукавку Ну потому что пляж, жаркая погода Она говорит Слушай, ты выглядишь очень попляжно Я говорю, что вы имеете в виду? Ну в прошлый раз ты пришел И тебе был пиджак, галстук Она не только помнит меня Она помнит, что я надевал в прошлом году Очень внимательная, да? Очень внимательная женщина, да Она ничего не скрывает абсолютно Она вот такая-такая И на публике, и на камере, и где угодно Кстати говоря, Патти Дженкинс Который снимал «Чудо-женщина» Очень вежливая и хороший профессионал Во-первых, хороший фильм сняла Но это один из тех людей Которых в конце съемочного дня Всем пожимает руку, всем говорит спасибо Колин Фёрд очень вежливый Когда он завершил съемки Вот фильм, где он исследователей играет сейчас Выходит на экраны скоро Была последняя сцена Снимали в ангаре, в Хатфилде Страшный колотун И мой режиссер сказал Ну что, может быть, выпьем пинту Сидора? Он сказал Вот пока все из съемочной группы Не нальют по пинте Сидора Я не буду ее пить Это Колин Фёрд? Да Всем Налили по пинте Сидора Тогда мы с Колином всем выпили За успех, Фильм Здорово Рома, это что такое? Тебе что-то напоминает? Это местная достопримечательность наша Которая фоткается Мне кажется, знаешь, паломничество Целое поначалу ходили С ума сойти Я такой дикий фанат Слушай, можно я залезу? Так вот Так вот как оно Слушай, на самом деле Очень удобно сидеть на железном троне Я теперь понимаю Серсей Который так сильно хотел на него забраться Но осталось что-нибудь завоевать И тогда Он будет по праву моим Классно Слушайте В нижнем ногу Все можно найти Сейчас ты Уже Можно сказать, что знаешь Шоу-бизнес Зарубежный Изнутри То есть У тебя много знакомств Наверняка Селебритис Ты ведешь свой блог У тебя канал на ютубе Ты пишешь для Изданий различных Расскажи Наверное, самый интересный вопрос Как ты к этому пришел Какие Отправные точки были Какие этапы В своей карьере Ты можешь выделить Как вот все это Сложилось Так прекрасно Вот как говорил наш Сказал мне во время интервью Наш с тобой любимый Харрисон Форд Когда он закончил школу Он не знал, чем заниматься И было два пути Либо пойти в актер Либо в журналисты Вот Я постепенно пришел К обоим путям Но я пытался Работать как актер В некоторых фильмах Ну, на мелких ролях, конечно Но Были некоторые картинки Как Чудо-женщины Как Мстители Эра Альтрона Как Что у нас там было Поймай меня, если сможешь Два Но параллельно Я стал работать как журналист И О чем Я не задумывался Когда я ехал в Англию Я надеялся найти работу По ту сторону кадра Я пошел в киношколу Я выучился на режиссера На продюсера Телевидения и фильмов Мы снимали Крометражки Мы снимали телевидение И Я вообще не думаю Что я окажусь в кадре Неожиданно Просто У меня заболел друг Как я тебе говорил Он пригласил меня в кадр Я сел в кадр Потом я понял Что На это есть запрос И В Лос-Анджелесе Есть несколько русских журналистов В Нью-Йорке Есть несколько русских журналистов Также В Лондоне Есть несколько русских журналистов Это я Это Заира Озова Моя коллега Это Кристина Москаленко Привет, ребята И мы все делаем Материалы для Журналов Для телевидения Российского Для сайтов Заира на Кинопоиск Работает Я вот на Первый канал Иногда На Журнал Грация На газеты Самые разные На Телесемь И так далее Смотри Опять же Вспоминай эту историю С Джастином Тимберлейком Получается Можно это назвать Каким-то Именно счастливым случаем Да Как-то вот Обстоятельства сложились Именно так Что Тогда Ты заменил Свою коллегу И вот с этого Все началось Ты спустя годы Можешь сказать Что именно это Была отправной точкой То есть Как удача Это совсем Не последняя вещь Которая Сыграла роль Абсолютно Да Удача Удача И шанс Как бы Как говорят Как говорят Актеры Большие Что талант Играет Примерно 10% Успеха Тебе надо Оказаться В нужное время В нужном месте Вот знаешь Том Хиллстон Да Локи Из Тора И все дела Он Закончил Училище И лет Где-то До 28 30 Он болтался Он не знал Чем себя занять В Лондоне И как бы А в Лондоне Полно таких ребят Которые закончили Частную школу Которые Такой Красивый Аристократичный Акцент Они примерно Все одинаково Выглядят С голубыми глазами Темными волосами Но англичанин Да Пруд-пруди И он решил На полгода Поехать в Голливуд Просто поболтаться там Забукировал Несколько кастингов Точно так же Крис Хемсфорд Отснялся В сериале Neighbors A Home and Away И Neighbors В Австралии И приехал В Голливуд Записался На несколько кастингов И они записались На один и тот же кастинг На фильм Тор По вселенной Марвел И Крису Утвердили на роль Тора Тому утвердили на роль Локи Оттуда все Все понеслось Ну просто Интересно Ну я не знаю Может быть Если я оказался В другом городе Я бы просто занимался Другим делом Или В другом месте Бо я оказался Да Я бы просто работал Кем-то еще У кого из режиссеров Ты бы хотела сняться И в какой роли Я бы хотел сняться У Джо Райта Потому что он Очень стильные Красивые картины делает Он очень Трепетно подходит К искусству И Всегда он снимает Так что у него На площадке Царит очень замечательная Атмосфера Я очень завидую Всем Звездам Которые с ним работают Ты видел Малыш на драйве Замечательный фильм Да Согласен Это там первые Вступления Идет Минут шесть По-моему Одним дублем Снято Это хореография Полная Это музыкальное видео Он так снимает Фильмы Это такой азарт Это такой драйв Я бы хотел с ним Сняться С Эдгаром Райтом Режиссером Потому что Он так снимает И с Анселем Элгертом Который в главной роли Сыграл Такой классный парень У него девушка русская Виолетта Камышан И Когда мы встретились с ним Он говорит О, у меня русская девушка Я говорю Парень Я тебе сейчас сочувствую Он так взял Сразу Потом Потом очень хорошо Пообщались с ним У нас замечательное Получилось интервью Где он советовал Куда пойти на свидание Романтические Под день Святого Валентина В Нью-Йорке А Лили Джеймс Советовала Куда пойти В Лондоне Потому что они вместе Сыграют Малышей на драйве Да-да-да Посмотри фильм Очень хорошо Хорошо Твоё мнение Почему на Западе Представлена Допустим Картина Звягинцева Которая снимает Откровенную Вот эту Ну не очень Скажем так Притягательную сторону Жизни Российского общества Да По сути Показывает Какую-то чернуху Подноготную И эти фильмы Они там Востребованы В коей-то мере Да И они номинируются На Оскар Вот Вот у нас Так воспринимают Получается Западный зритель Хочет это увидеть О России Я думаю В ситуации С Звягинцевым Дело в том Что он просто снимает Очень хорошую мелодраму Что он доносит эмоции Очень качественно И эффективно Я думаю Если бы кто-то другой Снял очень хорошую мелодраму Про какую-то другую тему Или хорошо бы поставил Я не знаю Достоевского Это тоже прокатило бы на ура И это просто Золотая жила В которой еще Копать и копать Российскому кинематографу И Ну просто дело в том Что не удивить западного зрителя Спецэффектами Ну когда есть Дисней Когда есть Сони Когда есть Warner Brothers Там такие спецэффекты Что их сложно переплюнуть Тебе нужен бюджет В не знаю 200-300-400 миллионов долларов Который для России Просто сложно собрать Даже Бондарчуку Поэтому Зачем тягаться Вот на На этом уровне Когда У тебя есть Очень хорошие Актеры Очень хорошие Сценаристы И ты хороший режиссер Который может Вот Даже в панельные Я не знаю Десятиэтажки Снять такую драму Что тебе будет Рукоплескать Кан Наши отечественные Режиссеры Их работы Может быть актеры Представлены они В Великобритании Насколько? Был фильм Бондарчука Притяжение В прокате В широком Но все-таки Сложно конкурировать С блокбастерами На уровне блокбастера Потому что Бондарчука Все равно Не тот бюджет Который Хотя его поддерживали Сони Он с помощью них Вышел в прокат Все равно Бюджет ниже И Снимать полнометражный Такой Блокбастер Тяжелее Лучше Русским Работать в жанре Мелодрамы Что очень успешно Делает Звягинцев Ну да Вот Звягинцев В центральной сети У нас Кюрзон Синемас Есть такая На улице Кюрзона Еще по-моему Четыре филиала В городе Лавлесс Нелюбовь Весь Лондон Был афишами Обклеен И все мои друзья Хотели туда пойти Очень И Я еще там схожу Я вернусь в Лондон И схожу посмотреть Первый вопрос Расскажи Какие телеформаты Какие передачи Может быть Это вообще И там сериалы Или юмористические Какие-то Программы Что популярно В Великобритании Что там актуально На телевидении Вообще У нас Очень популярные Сериалы В первую очередь Не так сильно Ситкомы Ситкомы Мне кажется Все-таки отошли И в Британии И за границей Они больше На кабельных сетях На Нетфликсе Вот на стриминговых сервисах По телевидению Это в основном Драмы Вот BBC делает Драму Мелодраму Документальные фильмы Очень хорошо идут Я сам с удовольствием смотрю У BBC Очень хороший документальный отдел Channel 4 делает Хорошие документалки ITV То есть Формат реалити умер Более-менее Вот даже Большой брат У нас долго шел По основным каналам Его сдвинули На Channel 5 На пятом канале Но это такая Маленькая кнопка Программа Типа Голоса И там Britain's Got Talent Тоже Теряют рейтинги Мне кажется Их скоро закроют Если уж мы затронули И начали проводить Какие-то аналогии Между Нашим отечественным Российским телевидением И Зарубежным Я думаю Ни для кого Вообще не секрет То что Наша Российская Славится Заимствованием Форматов А бывает Попросту Даже копированием Банальным То есть Они берут Весь формат И переносит Как говорили На одной из моих работ Заимствуй с гордостью Не стесняйся У профессионалов У хороших артистов У хороших продюсеров Не то что можно Нужно заимствовать Потому что Изобретать велосипед Не надо Я знаю Что Иван Ургенд Он ездил В Америку Перенимать опыт Он Как бы Ну не то что Стажировку проходил Его приглашали Его пропускали Ему давали смотреть Он ознакомлялся Со всеми этими стандартами И Опять же Вот Если взять Грейма Нотона У него Немножко не такой формат У него По другому Устроена студия Но в принципе Все одно и то же Все об одном и том же Нужен очень такой Харизматичный Говорливый мужчина В случае с Греймом Нотоном Кто-то его спросил А он же все время У него стоит бутылка вина И бокал Вот стоит за кадром И его кто-то спросил Грейм А в чем секрет Вашего прекрасного Мастерства Он такой May I present you Wine Он подбухивает Немного в кадре Другим может что-то еще делать Я не знаю Не спрошу Но Урган-то я сам смотрю По интернету Очень хорошо Отменный продукт Я подозреваю Что 90% прописано сценарии Но это нормально Продюсеры должны Отрабатывать свой хлеб Но Иван Урган Замечательный Импровизатор Это такая Такая грань Очень размытая Между покупкой формата И созданием чего-то По образу и подобию Как бы носится в воздухе Да? Потому что Тоже сериал Интерны Это же не купили Скрабс Они же написали Свои оригинальные сценарии Написали Но похоже это на Скрабс Одно и то же Один в один Но Молодцы что написали Молодцы что же смешно Я думаю что в нашей Раши Тоже там Главное было найти Двух героев Вот как у нас есть Давид Уоллиамс И Мат Лукас Точно так же у вас нашли Светлакова И Галустяна Которые совершенно гениальные ребята Я думаю не было бы их Не было бы их химии В кадре Не состоялся бы проект И я думаю что Похоже на это На Литл Бритт Абсолютно похоже Один в один Но Их заслуга Да их Я задумался на тему Того Есть ли У нас в России Телепродукты Телепередачи Которые Достаточно популярны Да? Имеют массовую аудиторию И их производство Как раз началось в России Да? Свои какие-то особенности Национальные Что-то такое Я подумал И столкнулся с мнением Так же других людей То что у нас Есть КВН Если брать тем более Темы юмора И Дом 2 Дом 2 Нет такого в мире? Нет Это чисто российское Изобретение Канала ТНТ Митя Троицкий Совершенно гениальный Продюсер Он придумал это шоу Он уже запустил Камеди Клаб Камеди Клаб Что это было такое? В Атриуме По субботам Вечером Ставили стулья В главном проходе Цеплялись все подходы И там как бы Для влиятельной публики Выступали комедианты Митя Троицкий Туда пришел Просто выпить В субботу вечером Он посмотрел На это Подумал А не сделать ли Из-за этого передачу? Сделал И вот видишь Что из-за этого вышло Ну сколько лет 12 по-моему Если я не ошибаюсь За дом 2 Мне как-то Стыдно Слушай Рекорды Гиннеса Самые долгоиграющие Реальти Я не понимаю Я лично не фанат Но слушай Но это индустрия целая Слушай Бузова оттуда Собчак оттуда Бузова самый популярный Медиаперсонаж в России Мне кажется Прямо сейчас На данный момент Гений Гений Вот с талантом И с шикарной внешностью Заработать большое бабло И стать популярным Легко А попробуй без этого Вот тут Оля Бузова выступает Да Гений Абсолютно гений Шикарная женщина Как ты считаешь Куда нужно двигаться Именно российскому кино? Вот напоследок Хотел бы сказать Что российское кино И россияне Всегда были Очень сильны Драмой Мелодрамой Очень хорошим сюжетом И что подтверждает Собственно Звягинцев И Тарковский Раньше был И другие режиссеры И там На западе до сих пор Самые главные имена Это даже не Путин Это Достоевский Чеков Причем они Через Кайо Произносят Чеков Антон Чеков И это надо использовать Ставьте Достоевского Ставьте Чехова Да Ставьте хорошие драмы Но не обязательно даже Пишите оригинальный сценарий Как делают современные режиссеры Потому что Я считаю, что Культура Она все-таки Является Интернациональным языком Как музыка Почему Английский язык Так популярен? Потому что Очень много На английском языке Песен, сериалов И художественных фильмов Точно так же Русский язык Надо продвигать За счет Очень качественных Мудрых Хороших Глубоких Мелодрам Вот говорят Русская душа Очень большая Глубокая Это правда Используйте это Не надо гнаться Там Воссоздавать Пришельцев Летающие тарелки Путешествия во времени И все прочее Не надо копировать Других Нам создавать Очень хорошую Качественную драму Которую так долго Создавали Успешно В Советском Союзе За которую Никита Михалков Брал Оскар За которую Владимир Меньшов Брал Оскар За свой фильм И Я думаю Оскар еще впереди И я думаю Еще и Звягинцеву повезет И Многим другим Российским режиссерам Потому что Школа-то сильна И есть что показать Есть что сказать Смерть Назови Несколько Актеров Молодых Актеров Исполнителей На которых Стоит обратить Особое внимание На тех Кто По твоему мнению Через Может быть Год Два Может через Некоторое Время Побольше Станут Звездами Первого Эшелона Я думаю Это абсолютно Точно будет Тимоте Шаломе Его называют Тимоте Потому что Французское Поисхождение Он снялся В драме Call me by name И он номинирован На Оскар Уже 22 года Всего Он точно Будет Звездой Я думаю Стоит Смотреть За Джереми Ирвином Джереми Айбайн Который Будет Мама Мия 2 Этой Весной Британец Такой Перспективный Кто Еще У нас У нас Есть Натали Дома Которая Из Игр Престолов Но Из Игр Престолов Выпускники Выходят Большую Жизнь И Она Будет Хорошей Актрисой И Мне Кажется Лили Роис Депп Которая Дочь Ванесса Паради И Дженни Деппа Потому что Такие гены Она уже стала Звездой Как модель И Она начинает Сейчас сниматься В кино У нее По-моему Скоро Выходит Первый Фильм За этим Надо Точно Следить И она Будет Большой Звездой Запоминайте Эти имена Потому что Скоро Они будут Как раз На всех Афишах Всех Кинотеатров Ну и Раз уж Мы здесь Я тогда Перекомендую Лара Крофт Tomb Raider Это основано На компьютерной игре Ларри Крофт Но Это Уже не такие Большие губы Как у Анжелина Джоли Потому что Это Алиша Викандер А Она Такая Более подтянутая Спортивная Лара Крофт Но это Рассказывает Про историю Ее семьи О том Как она Взрослела В Лондоне Все в Лондоне Снято С крутыми спецэффектами Уорнер Браздерс Выпискает А второй Фильм Интеллектуальный Это Леди Берд С Сиршей Ронен Которая играла Ханну Если ты помнишь Девочку Вот Девочка сейчас выросла Девочка созрела И Сыграла В отменном фильме Который совершенно Точно нельзя пропустить Обязательно сходи на них Спасибо За рекомендацию Я думаю Что не только я Но и все Зрители воспользуются Все идите Ну а теперь Мне интересно узнать Что вы посмотрели В кино в этом месяце Что бы вы порекомендовали Посмотреть мне И Роману На что обязательно Стоит сходить И что ни в коем случае Нельзя пропустить Да Обязательно Оставляйте свое мнение В комментариях Ну и конечно же Не забывайте Подписываться на наш канал Ставить лайки Конечно Куда без этого И я думаю Что до скорых встреч Дорогие друзья Всем пока Пока-пока